Увеличение минимальной заработной платы для работников бюджетной сферы, меры поддержки бизнеса в условиях санкций – эти и другие вопросы обсудили в правительстве Карачаева-Черкесии на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Подробности у Али Баташева. 15 279 рублей. Теперь это минимальная заработная плата для работников бюджетной сферы республики. Региональное соглашение об этом подписали премьер-министр республики Мурат Аргунов, председатель профобъединения региона Раиса Айбазова и президент Союза промышленников, предпринимателей и работодателей Карачаева-Черкесии Абубакир Тамбеев. Теперь перед работодателями стоит задача довести зарплату до установленного уровня, пересмотреть выплаты из среднедневного заработка и считать больничные с учетом этих изменений. Второй вопрос повестки дня – меры поддержки бизнеса в условиях санкций. Министр экономического развития республики Алина Кохов сообщила о первом пакете мер региональной поддержки экономики. Введен мораторий на прекращение господдержки из-за неисполнения инвесторов и условий соглашения, которые предоставлены в рамках закона республики о государственном стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесии. Кроме того, мы проработали с правопромышленной палатой Российской Федерации возможность предоставления свидетельствования обязательств непреодолимой силы по внешним и внутренним контрактам на бесплатной основе. Заместитель руководителя управления налоговой службы России по Карачаево-Черкесии Анна Дурнова сообщила, что в этом ведомстве возобновил работу региональный ситуационный центр. Были приняты первоочередные меры поддержки. Одна из последних очень важных мер – это было продление срока уплаты по страховым взносам на год. То есть это существенная поддержка для субъектов бизнеса, при этом она не распространяется на бюджетный сектор и круг лиц определен, исходя из акведа, действующего на 1 апреля 2022 года. Оперативным штабом разрабатывается второй пакет поддержки малого и среднего бизнеса, куда входит законопроект о патентной системе. Законопроект о внесении изменений в закон Республики о патентной системе в части снижения на 50% стоимости патента для индивидуальных предпринимателей, включенный по состоянию на 1 марта 2022 года в единый реестр субъекта малого и среднего предпринимательства, который осуществляет такие виды деятельности, как перевозка грузов автомобильным транспортом, услуги, связанные с сбытом сельскохозяйственной продукции, услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства, производство молочной продукции, сбор, обработка, утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья и разработка программного обеспечения. Также в ходе заседания прошла церемония награждения. Благодарственное письмо от Госдумы России получил ветеран промышленности Крачаева-Черкесии Джешарбек Капушев. Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Крачаева-Черкесии.